Первый трейлер фильма Джеймса Ганна «Отряд самоубийц» наконец-то прибыл, и его нужно буквально переварить. После разочарования «Отряда самоубийц» 2016 года призывы выпустить и аркад продолжаются. И вместо прямого продолжения фильма 2016 года нам представляется в основном свежая партия отчаянных антигероев, вместе с некоторыми героями из прошлого фильма. Новый трейлер «Отряда самоубийц», премьера которого состоится 6 августа, официально знакомит мир с оперативной группой антигероев, образуя великолепное месиво в перемешку с кишками, обилием шуток за 300 и гигантской морской звездой. Трейлер «Отряда самоубийц» щедро рассказывает ключевые сюжетные намеки и первые взгляды на новых персонажей. После просмотра трейлера осталось двоякое чувство. Кто-то скажет, что это просто вынос мозга, который нельзя пропустить, ну а кто-то отметит, что нас ожидает полный шлак. Обязательно поделитесь, к какой категории относитесь вы. Итак, в трейлере мы увидели Идрис Эльба в действии как Блад Спорт. Известный фанатом комиксов, как Роберт Дюбоа, является опытным убийцей и суперзлодеем, и по сути функционирует здесь как новый дэдшот. Текущая миссия «Отряда самоубийц» – спасти захваченную Харли Квинн. Похоже, что в какой-то момент Квинн похищает враги, и ее коллеги решают отойти от основной цели, чтобы освободить ее. Виола Дэвис исполняет свою роль Аманда Уоллер. Ключевая деталь, спрятанная в первой сцене трейлера, подтверждает включение второй оперативной группы «Х». Пока Уоллер разговаривает с группой флага по рации, на ближайшем мониторе отображаются видеотрансляции другого отряда в пути. Эта группа состоит из капитана Бумеранга Джая Кортни, ТДК Натана Филлиона, Саванта Майкла Рукера и некоторых других. Эта команда Би находится в совершенно другом военном транспорте, отдельно от большого синего автобуса флага. Кадр подтверждает, что актерский состав отряда самоубийц будет разделен на две части. Но хищная птица Харли Квинн не нуждается во спасении. Покрытая кровью и сжимающая церемониальный флагшток, Харли, по-видимому, удалось освободиться. Интересно было наблюдать за Савантом Майкла Рукера и Блэкгардом Питера Дэвидсона. В комиксах DC Савант является опытным хакером и борцом с цифровыми технологиями, а Блэкгард Питера Дэвидсона что-то вроде злодея-шутника, чьи планы часто разрушаются его собственной глупостью. И отряд самоубийц намекает на аналогичный недостаток, когда Дэвидсон стыдливо отдирает туалетную бумагу от своей обуви. И, наконец, ласка Шона Ганн замечается, облизывая стеклянное окно своей камеры. Шон Ганн снялся в нескольких фильмах своего брата, в первую очередь в роли Краглина в фильмах «Стражи Галактики». Ласка, настоящее имя Джон Монро, убийца, который носит костюм животного в основном оригинальном комиксе DC. Но вместо этого отряд самоубийц превращает Монро в гротескного, тощего, антропоморфного зверя. В трейлере Саванту жестоко вводят взрывчатку в основании черепа, любезно предоставленную Амандой Уоллер. Это традиционный метод шантажа отряда самоубийц, с целью заставить его выполнить поставленную перед ним миссию. Ведь, как объясняет голос за кадром, любое неповиновение приведет к взрыву введенной бомбы. Однако, если кто-либо из новобранцев окажется успешным, они будут вознаграждены сокращением срока их заключения. В следующей эпичной сцене Савант называет отряд самоубийц знаменитым, предполагая, что миссия чародейки принесла воинам Уоллера определенную степень позора в определенных кругах. Возвращение бумеранга Джей Кортни, неопрятный австралиец, дебютировал в отряде самоубийц 2016 года, прежде чем сняться в эпизодической роли в «Хищных птицах» 2020 года. Бумеранг – один из немногих оригинальных членов отряда, которые все еще живы и готовы участвовать в новой миссии. Костюм персонажа изменен, на него надета шапка, а его бумеранги прикреплены к груди. Помимо капитана бумеранга, фанаты также ближе знакомятся с ТДК Натана Филлиона. ТДК – сверхчеловек со способностью удалять и отращивать свои конечности. Здесь Харли Квинн не единственный член оперативной группы Икс, сеющий хаос в экзотических джунглях. Король Акула подкрадывается к ничего не подозревающему злодею и радостно откусывает его голову. Будет интересно посмотреть, кто мешает Кингшарку, есть только врагов, но не друзей. Один из самых головокружительных моментов в трейлере «Отряда самоубийц» – это допрос мыслителя Питера Капальди. В кадре можно заметить неизвестного союзника «Отряда самоубийц», которого играет Хулия Руиз. Далее шуточки о съедении детородных мужских органов, которые российский дубляж решил заменить на, так скажем, лобызание задниц. Король Акула разрывает пополам врага голыми руками под градом крови. Кингшарк визуально ошеломляет и доказывает грубую и неконтролируемую силу персонажа. Крупный кульминационный момент трейлера «Отряда самоубийц» – это прибытие Стара за воевателем. О присутствии Стара в «Отряде самоубийц» ходили слухи после того, как его подозрительное сходство было замечено на рекламных постерах. Стара крушит здание и все, что могут достичь его пять конечностей. Трейлер не объясняет истории его происхождения, но учитывая, что он появляется на острове Корто-Мальтезе, ужасающий кайдзю может быть экспериментом из захваченной нацистами объекта Сильвиа Луны. Дизайн Стара аутентичен для комиксов DC, и если он сохранит свою традиционную способность манипулировать умами других, это может объяснить, почему требуется вторая команда «Отряда самоубийц». Был бы он действительно фильмом «Харли Квинн», если бы Марго Робби не сказала что-нибудь странное и неуместное. Прекрасный мысленный образ для завершения трейлера. Ну а вы были на канале Киноохота, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Всем удачи и всем пока.